Здравствуйте, мои дорогие! С вами Евгения Саженцева. Я психолог-практик, также богослов по образованию. Мы с вами сегодня поговорим о цикле нарцисса. Я хочу более детально разобрать, как проходят отношения между нарциссом и жертвой. Обычно мы так вскользь говорим, что это идеализация, потом манипуляция, обесценивание. Но если более детально описывать, то начинает быть ясным, почему жертва так сильно привязывается к нарциссу, словно мать к ребенку. Нужно понимать, что вначале нарцисс очень обволакивает вас со всех сторон. Он очень много говорит комплиментов. Причем с самого утра вам может говорить комплименты. Какая вы красивая, какая вы замечательная. Если это женщина нарцисска, то она будет подчеркивать, какой вы классный, какой вы мужественный. То есть будет очень много ласковых, приятных слов. Нарцисс таким образом усыпляет вашу бдительность, чтобы вы были расслаблены, словно в трансе, ни о чем плохом не думали. И затем уже происходит все остальное. Очень важна еще тактильная связь, потому что нарцисс в начале отношений очень много вас трогает. Ему очень важно обязательно за ручку держаться, обязательно потрогать вас с такими, знаете, еще полунамеки такие бывают. Вы тоже должны их заметить. Нарцисс с одной стороны в начале отношений никогда не указывает, какой у вас вес, хороший он или плохой. Но есть такие полунамеки, мне кажется, они тоже происходят. Когда нарцисс обязательно трогает какие-то такие места, где может быть не самая лучшая ваша форма, он как будто уже полунамеком дает понять, что ты должна быть идеальна. Он еще на тот момент ничего не говорит, но ему очень важно именно трогать. Вам с одной стороны кажется, что это вроде бы как какие-то приятные прикосновения, но у них уже прослеживается некая агрессивность. Это очень тонкие детали. О которых я сейчас говорю, но они есть у многих нарциссов. Обязательно вот так вот прижмякать. Если это объятие, то слишком сильное. И так далее и тому подобное. Удушение очень часто бывает в интимной жизни. Придушение, удушение. Ну потому что нарциссы имеют садистические наклонности, они так или иначе будут в каких-то моментах выражаться. Ко всему этому надо добавить, что здесь еще есть какой-то такой момент младенческий. Именно связь, вот эта так называемая ментальная пуповина, которую нарцисс начинает образовывать в начале отношений. Это что может быть? Класть на ваших коленях голову. Это знаете, вот картина такая непередаваемая, потому что вы этого, например, ни с кем раньше не испытывали, чтобы мужчина ложил голову на колени. Какая-то такая, знаете, позиция, что мол, я покорен тебе, да? Ты как моя мать. И при этом, при всем опять же идет вот это вот расслабление, да? Ведь давайте заметим, что в конце отношений вы будете стоять на коленях перед нарциссом с опущенной головой. Вы будете просить его о капле внимания, о капле ласки. Но все начинается именно так, как я говорю. Нарцисс именно обволакивает вас. Очень много прикосновений, очень много ласковых слов. Что касается ваших интересов по жизни. Здесь будет очень много вашего именно принятия. Он будет очень хвалить вас, чем бы вы ни занимались. Крестиком вы вышиваете. Ой, какая вы талантливая. Что-то вы делаете. Ты такая молодец. Этих комплиментов и похвал будет на самом деле очень много. Но уже что там уже присутствует? Вы обязательно увидите фотографии бывших. Так или иначе. Первые манипуляции, они вот такие тонкие. Он вам еще ничего не говорит, но вы случайно видите фотографию. Случайно начинаете себя сравнивать с бывшими. И так далее, и тому подобное. Вот опять же вот это вот жмяканье, там рук, чего-то там. Но вы вроде бы как в идеальной форме. В кавычках идеальной. Потому что мало-помалу начнется жесть. Переход будет более или менее плавным. Хотя, ну вот как назвать плавным. У вас все равно будет такой момент, когда нарцисс резко пропадет из всех радаров. Это бывает со всеми нарциссами и, соответственно, с жертвами нарциссов. Когда вот после вот этого всего поглощения вас, захвата вашей территории, захвата вашего внимания, вот эта псевдозабота, когда вы висите по телефону часами, когда он с вами сутками неразрывно вот в этой связке материнской и младенца, подчеркиваю, младенца, потому что это не ребенок 12 лет, не ребенок 15 лет. Это именно младенческая связь, потому что только младенец с матерью пребывает сутками вместе. Это в начале отношений. И потом этот младенец исчезает. Он перекрывает вам кислород, грубо говоря, потому что вы уже к нему привыкли. Вы уже привыкли к этим прикосновениям, к этим звонкам, к этому, по сути-то, навязчивому человеку. Да, может, до этого даже вы не испытывали такой потребности, чтобы мужчина там постоянно был и так далее. Ну и важно сказать, что вот эта забота, это, конечно же, уже насилие. Вот эта псевдозабота где-то с кем ты что-то делаешь и так далее и тому подобное. Это уже начало, понимаете, манипуляции. Но это трудно, очень трудно заметить, если вы никогда не сталкивались с нарциссами. И так, резко человек пропадает, он вообще не отвечает, он вас полностью игнорит. И вы начинаете думать, что причина, скорее всего, вас, он вам дает понять, что вы что-то сделали неправильно. Вы начинаете мало-помалу заслуживать любовь. Вы уже вступаете в эту игру. Ведь до этого все было идеально, он был такой ласковый и приветливый, а сейчас он уже другой. Он уже более холодный, его внимание очень дозировано. Он уже изучил вас, что именно вам нравится и дает вам все дозировано по ложкам. Он будет шантажировать вас уже далее интимом, вниманием, лишней смсочкой, лишним смайликом. Вы начинаете испытывать дефициты в отношениях. Вы начинаете заслуживать любовь, пытаться уже быть лучше и лучше. Он уже начинает вам прямым текстом говорить, в чем вам надо меняться. Либо шутками. Например, все женщины вот такие вот стройные, а ты не очень стройная. Тут вы уже начинаете что делать? Усиленно проходить курсы кулинарии. Усиленно заниматься спортом. Вот понимаете, какой процесс происходит, да? До этого он вас перехваливал, а сейчас он начинает постоянно в чем-то вас критиковать и дозированно давать внимание. И вам кажется, что вот сейчас, сейчас, сейчас вы еще чуть-чуть изменитесь, и все вернется как раньше. А оно никогда не вернется. Потому что вы идете строго по циклу. Собственно, те усилия, которые нарцисс прикладывал в начале, таких усилий он больше делать никогда не будет. Потому что теперь уже вы должны за ним бегать. На это и рассчитан захват, потому что жертва должна уже быть на крючке. И он производит вот этот холодный душ, когда он исчезает, именно в тот момент, когда вы уже более или менее влюблены, когда вы уже испытываете потребность в нем. Вот здесь очень все трудно происходит дальше, потому что у вас развивается адреналиновая зависимость. Вы начинаете уже привыкать к этому заслуживанию, к этим острым ощущениям, когда сегодня он хороший, завтра он плохой. Мало-помалу происходят разные триангуляции с какими-то его подружками или ее друзьями. Когда вас постоянно с кем-то сравнивают. Когда вы чувствуете, что вы уже не вдвоем в отношениях, а кто-то все время тоже еще есть, и вы можете его потерять. Он может уже вас периодически бросать, возвращаться. От чего это происходит, вы пытаетесь догадаться, вы пытаетесь понять. От чего очередной игнор, почему он изменился, почему он стал так холоден. Что вам еще нужно сделать, чтобы было в отношениях лучше. Вы очень много стараетесь и трудитесь. По итогу в отношениях трудитесь только вы. Только вы предпринимаете максимум усилий, чтобы угодить этому тирану. А ему только это и надо. На тот момент он, скорее всего, живет, например, за ваш счет. Он пользуется всем, что у вас есть. А вы, понимаете, вы еще и еще сильнее стараетесь заслужить его любовь. Вы уже все ему дали, все, что у вас есть, а он постоянно пытается вам внушить, что вы недостаточны в чем-то. Вместо того, чтобы посмотреть, что он моральный урод, и он над вами издевается. Вам кажется, что дело в вас. Потому что он использует уже на тот момент газлайтинг. Вы ненормальный, из-за вас отношения плохие, из-за вас он так испортился. Якобы только вы причина плохих отношений и его таких настроений. Человек постоянно недоволен. Не только вами, а в принципе, даже когда вы гуляете на улице, он недоволен окружающими. Он недоволен всем подряд. У него все время кислое выражение лица. И, собственно, это и есть его настоящее лицо. Да, именно такой он внутри. Это и есть настоящее лицо нарцисса. А вам-то все кажется, что вон там он был настоящий. Что еще чуть-чуть сделать эффект казино, да? Сколько еще потратить и вложить средств, ресурсов, чтобы все вернулось? Ну и в конце концов, конечно же, происходит утилизация. Для жертвы это подобно смерти. Потому что на тот момент она сделала из нарцисса, а вернее он так сделал, конечно же, из этого человека идола. Она им дышит. Она ради него служила долго. Она пыталась сделать отношения лучше и лучше. Она на адреналиновой игле. А он все, он никак уже не реагирует. Что бы ты ни делала или не делал, он казнит вас. И встречается уже явно с другими. Он уже не скрывает измены, например, да, и так далее. Конечно, то, что я рассказала, там какие-то могут детали быть разные. Но факт в том, что идет сначала очень сильная идеализация вас, потом обесценивание, разные манипуляции и утилизация. И утилизация это действительно подобно смерти, что вы испытываете. Там тоже разный трэш бывает, у всех немножко по-разному. Именно в такой момент приходят на помощь психологи и важная информация. Потому что можно просто сойти с ума. Вы еще очень долго будете сидеть, смотреть, когда он вышел, когда зашел. В свои сети. Вы еще долго будете пытаться разгадать эту тайну. В чем именно вы были неугодны этому человеку. Может еще как-то измениться, может еще что-то сделать. Но вы должны понять, что это болезнь в конечном итоге. Что вы должны разрезать эту пуповину, потому что нарцисс ее уже разрезал с вами и завязал уже с другой. Да и в принципе вы всегда были для него только предметом. Только удобным предметом для его удовольствия. Он никогда вас не любил и никогда вас не ценил. И все, что он говорил вначале, это тоже неправда. Это все игра. Все, что делает нарцисс в отношениях, это игра. Чем раньше вы это примете и поймете, тем вам будет легче. Сначала будет больно, потом будет легче. Берегите себя. Если вам нужна личная консультация, как всегда, мой телефон в описании видео. Спасибо. Спасибо.